Всем привет! И это самый честный обзор на всём Ютубе климатического комплекса Хэниуэлл. Рекламы этого агрегата на Ютубе хватает, но вот ни одного честного отзыва о нём нет. Даже в интернет-магазинах, где люди пишут отзывы, отзывы о нём разнятся. И если честно, после того, как я попользовалась этим агрегатом несколько дней, у меня сложилось впечатление, что самые положительные отзывы к нему просто-напросто какие-то покупные. Поэтому расскажу своё личное, субъективное мнение об этом агрегате. А уж покупать его или нет, решать только вам. Итак, давайте начнём с его внешнего вида, от того, где что крепится, что как работает. А потом я вам покажу и дам послушать, как он шумит. И расскажу уже в финале свои впечатления о данном агрегате. Итак, первое. Лицевая сторона данного агрегата выглядит очень презентабельно, как что-то космическое. Очень красиво он смотрится с передней части. Но если его поставить боком, то вы сразу обратите внимание, что бандура это занимает место как минимум небольшой такой хорошей тумбочки. Сбоку данный аппарат смотрится уже не очень презентабельно. Это лично моё мнение. В нижней части находится резервуар для воды, который отстёгивается вот такими специальными штучками. И есть уровень воды. Вот здесь вот такое окошечко уровня воды. Агрегат достаточно большой. Если мы сейчас поставим рядышком ребёнка, то есть он по высоте 75 сантиметров. То есть достаточно большой. Поставили рядом ребёнка. У ребёнка рост метр пятьдесят два. То есть ей практически по пояс этот агрегат. И он достаточно большой. Потому что когда вы смотрите, допустим, картинку в интернете, вы себе даже не представляете, насколько он огромный. Ещё из минусов данного агрегата – это его шнур. Шнур длиной метр семьдесят пять крепится сбоку. С одного единственного боку. То есть не в задней части, а сбоку. И это уже неудобно, если, допустим, у вас розетка в другой стороне, то вот это вот расстояние, которое занимает сам агрегат, у вас будет просто украдено, чтобы дотянуть его до какой-нибудь розетки. И вот для такого агрегата метр семьдесят пять длина шнура я могу вам сказать, достаточно короткая. Учитывая, что он на колёсиках, его, может быть, надо куда-то передвинуть. Передвинуть его будет крайне сложно, потому что вы будете привязаны к шнуру. Соответственно, нужно будет, скорее всего, приобрести ещё и удлинитель, чтобы включать этот агрегат в розетку. Как я уже ранее сказала, нижняя часть, вот эта бака для воды, она отстёгивается с двух сторон, но, тем не менее, ещё есть вот тут вот слотик такой, куда можно просто доливать воду. Это удобно. Вот такой выдвижной лоток, в него можно просто доливать воду, чтобы не отстёгивать нижнюю часть. Нижнюю часть отстегнуть для женщины, для ребёнка, и для пожилого человека может быть проблематично, потому что весит этот агрегат 8 килограмм. И, как вы понимаете, сам по себе он такой достаточно высокий и объёмный, и удержать его на весу будет крайне сложно. Ну, вот как-то так. И в верхней части задней есть такая вот ручечка, интересная вот в этом вот месте, вот здесь вот, чтобы передвигать этот агрегат, достаточно удобно брать. И в верхней части есть специальное место для пульта управления. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот интересный пластиковый кармашек для хранения пульта управления. Никогда пульт не потеряете, если будете его там хранить. Пульт управления сейчас поближе покажу. В целом агрегат как бы неплохой. Как вы понимаете, начинается название на букву Х, но не подумайте, что хороший. Очень дешёвый пластик. Ужасно дешёвый пластик. Сейчас я вам покажу внутреннее строение бака для воды. Когда мы это увидели, волосы встали дыбом. Вот так выглядит внутренняя часть вот этого климатического комплекса. Обратите внимание на качество пластика. То есть аппарат, который должен чистить вам воздух, вот вы в него заливаете воду. Эта вода проходит через фильтр. Но вот через вот такой вот пластик. Станете вы от этого здоровее или нет, я не знаю. Но мы решили отказаться от такого сомнительного прибора. Колёсики на этом съёмном баке выглядят вот так. Вот это вот передние. И задние вот такие вот два колеса. Очень дешёвый пластик. Учитывая, что данный климатизатор стоит достаточно дорого для Российской Федерации. Не стоит он этих денег. Качество пластика можете оценить. Это абсолютно новая вещь. Вот так вот. Вот так вот это выглядит. Ну и заодно показала вам, как выглядят колёсики у этого агрегата. Ну, чтобы посмотреть поближе. Очень дешёвый пластик. Всё дешёвое. Невозможно дешёвое. Простое, в принципе, в управлении. Пульт простейший. Функции, в принципе, простейшие. Много рекламы. И слишком большая цена. Диапазон цен на июль 2022 года по Российской Федерации от 22 тысяч до 56 тысяч рублей. И вы не ослышались. Вот такой диапазон разброса цен на данный агрегат. От 22 до 56 тысяч рублей. Волосы дыбом. Могу, забегая вперёд, вам сказать, вот сейчас, по моим ощущениям, я бы не отдала за этот агрегат, вот попользовавшись. Понимаете, если бы мне его дали попользоваться, а потом бы сказали, ну, какую бы цену бы вы ему дали. 5 тысяч, 6 тысяч рублей красная цена в базарный день. Не больше. Этот агрегат не стоит больше денег. Абсолютно. Да, у него не надо менять фильтры. Там вот этот вот фильтр, который есть ещё вот такой вот бумажный, просто чтобы его достать и вам показать, нужно открутить. А я не хочу ничего откручивать, потому что этот агрегат завтра поедет обратно в магазин. То есть я сейчас, как вы понимаете, снимаю вам обзор, и завтра этот агрегат будет сдан в магазин, потому что он не функционален. Его название, климатический комплекс, абсолютно не оправдывает его. Абсолютно его не оправдывает. Сейчас я вам его разверну и покажу ещё, как у него работают шторки для обдува воздуха. По поводу шторок данного климатического комплекса. Вертикальные шторки можно сделать хоть на пульте управления вот здесь, чтобы они автоматически двигались, горизонтальные, механические. Просто сами регулируете вверх или вниз. И как вы понимаете, опять же, диапазон обдува у данного агрегата минимальный. Он никак не двигается. Двигаются только шторки. Вот эта вот область обдува, она не такая большая. То есть он будет выполнять свои функции крайне ограниченно. Обычный напольный вентилятор, вот у него вот этот вот вентилятор, крутится в гораздо большем диапазоне. Там, наверное, угол прокрутки, ну, наверное, не меньше 180 градусов. Если взять, допустим, колонный вентилятор, они тоже все крутятся. И я так полагаю, тоже где-то 180 градусов угол у них. Вот это движение. Соответственно, обдув любой комнаты идет гораздо эффективнее, чем вот у данного кокона, скажем так, космического. Поэтому это тоже достаточно большой и жирный минус данного агрегата. И сейчас мы с вами поговорим про то, как он шумит, как он дует и как он в конце концов, какой эффект этот климатический комплекс может дать или не дать. За что, как говорится, деньги мы заплатили. Нам же нужно узнать, какой эффект от этого климатического комплекса. И вот тут уже пойдут такие серьезные претензии к производителям и к маркетологам, которые очень хорошо его рекламируют, но на самом деле заявленная реклама не соответствует действительности. Итак, как я сказала ранее, мы отдали за этот климатический комплекс 27 тысяч рублей. Рядом, чуть левее, вот там вот стоит обычный вентилятор, который пару лет назад стоил что-то в районе 2 тысяч рублей. У климатического комплекса, к сожалению, нет никакого индикатора температуры в комнате. За такую-то цену нет. Все, что вы можете увидеть на дисплее, это горящая кнопочка включения-выключения. Кнопочки здесь механические есть и присутствует вот такой вот пульт управления. Итак, включаем, слушаем, как он шумит. Первая скорость. Сразу на вторую. И третья скорость. Я могу вам сказать, что он достаточно шумный. Выключаем. Кстати, в данном комплексе заявлена еще ионизация и увлажнение. Увлажнение здесь работает, как в бане. 10 литров воды можно залить в бак. Это никак не контролируется. То есть тут, в принципе, есть таймер включения-выключения через определенное количество времени. Там полчаса, час, два часа и четыре часа. То есть выключение можно себе поставить. Но контролировать влажность в помещении данный агрегат не может. То есть он будет увлажнять помещение до тех пор, пока включен вот этот вот водный фильтр и в комнате будет настолько влажно, что вам просто нечем будет дышать от этой влаги. А если вы живете, допустим, как я в Ленинградской области, где и так влажности хватает, то у вас в 30-ти градусную жару в квартире будет самая настоящая парилка. И вот этот вентилятор вас от жары никак не спасет. Мы лично, вот из моего личного опыта, мы залили прям ледяную воду туда. Первые 30 минут нам показалось, что вау, свежий воздух. Мы вышли из спальни, посидели на кухне, через два часа вернулись, и я обалдела. Дышать в комнате было нечем. Мне, человеку, у которого бывают астматические приступы, дышать в комнате было нечего. Парилка самая настоящая. Пришлось открывать все окна и выветривать целые сутки комнату вот от этой парилки. Понимаете? То есть все, воду слили. То есть эта функция уже для нас, для меня, для нашей семьи уже не подходит. То есть начинается увлажнение воздуха, и оно никак не регулируется. То есть при том, что это как бы комплекс и климатический, но он никак не регулирует влажность в помещении. Он просто увлажняет до тех пор, пока льется вода. И это увлажнение будет продолжаться, пока эта вода не закончится. Ну и по сути получается, вы покупаете просто вентилятор с увлажнителем. Или как кто-то написал в одном из отзывов, ну такой человек, видимо, которому не подошло, как и мне, что это просто вентилятор с баком воды. Нету смысла в приобретении данного прибора. Если вы живете в каких-то регионах, где все время присутствует сухой климат, и вам нужна влага, то вам этот прибор точно понравится. Вы будете от него в восторге. В моем случае это очень плохая, ненужная и даже вредная покупка, потому что мне, как аллергику, у которого бывают астматические приступы, вот такой вот агрегат в доме не нужен. Мы надеялись на очистку воздуха, а в итоге получили, ну, грубо говоря, парогенератор, который просто парилку устраивает в комнате. А теперь давайте мы послушаем, как шумит обычный вентилятор. Сравним и вот этот вот комплекс. Включаем вентилятор. Обычный вентилятор за 2000 рублей. Первая скорость. Вторая. Есть индикатор температуры на вентиляторе. И третья. И сейчас прям сразу включу вот этот вот комплекс. И он с третьей скорости, уже точно, даже со второй, перебьет шум вот этого обычного напольного вентилятора. А теперь давайте послушаем, как шумит домашняя вытяжка на кухне. Я надеюсь, что вам слышен этот звук. И сейчас я еще раз включу вот этот вот комплекс. Как вы понимаете, вы себе дома, в квартиру, поставите вот такую вот вытяжку, которая будет гудеть, и проснетесь вы с головной болью. И никак иначе. То есть обычный вентилятор за 2000 рублей шумит гораздо тише, чем вот этот вот климатический комплекс. Покупать или нет, решать только вам. Но в конце хочу вам дать очень полезный совет. Если вы вдруг купите такой агрегат, и он вам не понравится, и чтобы легко было его вернуть, заказывайте обязательно в интернет-магазине. То есть можно купить такой агрегат в любом сетевом магазине бытовой техники. Неважно, как он называется, да. То есть если вы покупаете, то есть, допустим, у магазина есть стационарные обычные магазины, и, допустим, даже этот магазин электронной техники находится в соседнем доме, и вам легче добежать, да, и выбрать, я вам настоятельно рекомендую оформить покупку онлайн в этом магазине. В таком случае в течение 7 дней вы можете без проблем в рабочем состоянии сдать, то есть со всеми коробками, упаковками, пенопластом, то есть в полном комплекте, в прекрасном состоянии сдать его обратно, не объясняя никаких причин. Вам просто не подошел этот агрегат. То есть, как в моем случае, все пленочки приклеены, пульт весь тоже в пленочке, коробочка сохранена, все сохранено, сейчас это все будет упаковано, и завтра отвезено обратно в магазин. Если же вы просто придете в магазин и купите такой комплекс, обратно его вернуть можно будет, но это будет сделать гораздо сложнее. Поэтому настоятельно рекомендую оформлять онлайн-покупку. Многие знают, что в интернет-магазинах везде по-разному, но вот на такие приборы обычно уже написано, что 7 дней на возврат. Это по российскому законодательству. То есть, это прям закреплено в законе о защите прав потребителей, если вы делаете онлайн-покупку. Собственно, на этом сегодня все. Я высказала свое личное, субъективное мнение по данному агрегату и сказала, почему он не понравился мне. Просто вентилятор, который парит воздух, и никакого охлаждения нет, и очистки воздуха я не заметила. Поэтому я решила рассмотреть озонаторы и посмотрим, что будут давать озонаторы. Будут ли они чистить воздух, будет ли мне легче дышать. Ну, а я на этом сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.